Перспективы развития аэропортовых комплексов в населенных пунктах округа, проведение международной конференции по обеспечению безопасности в Арктике в Нарьинмаре, эстафеты Олимпийского огня в Заполярной столице. Эти вопросы стали одним из основных на сегодняшней расширенной планерке при губернаторе Ненецкого округа. Антон Парахин продолжит тему. Безопасность Арктики уже не просто тема, о которой принято говорить в будущем времени. Вопрос дня сегодняшнего, если не вчерашнего. На этой неделе разговоры о необходимости защиты арктической зоны велись на самом высоком государственном уровне. Но решать проблему проще, что называется, на месте. Потому уже в августе 2014 в Нарьинмаре пройдет международная конференция по обеспечению безопасности Арктики. А в дельте реки Печора масштабное учение, которое проведет Совбез России. Участники – все страны Арктического совета. В числе приоритетных для округа и вопрос развития аэропортовых комплексов в населенных пунктах. Приятная новость пришла из Росимущества. Гоструктура согласовала процедуру передачи объектов из муниципальной собственности в федеральную. Теперь округу осталось подготовить необходимую документацию. Речь об аэропортах, вертолетных площадках, сел и деревень. Они, как и комплекс «Вамдерми», в перспективе могут получить статус федеральных. А это гарантия стабильной зарплаты, новых рабочих мест и инвестиций в развитие. Чтобы добиться положительного решения, администрации Ненинского округа пришлось приложить немало усилий. Губернатор Федоров, лично встречаясь с премьер-министром Медведевым, лоббировал интересы окружных авиапредприятий. Мы в конечном итоге реально через какое-то время получим достаточно ухоженную авиационную инфраструктуру. И у нас на далекую перспективу появится возможность нормально откуда взлетать, куда садиться. И мы сможем планово решать уже вопросы, на чем летать. К авиационной теме вернулись уже в конце планерки, но в повестке были еще несколько важных тем. В ходе совещания был организован телемост с Пешским и Великовисточным сельсоветами. Губернатор поздравил Екатерину Смирнову с избранием, но руководящий пост им поинтересовался, чем сегодня живет муниципальное образование. Одна из основных тем – строительство на селе. В Пеше продолжается возведение сразу нескольких социально значимых объектов. По спорткомплексу сейчас ведутся работы, заканчиваются работы по благоустройству, по переоборудованию, как получается, по подготовке пожарного водоема. А вот со строительством школы и 12-квартирного дома не все так же хорошо. Работы временно приостановлены. Пауза возникла из-за отсутствия стройматериалов. Их обещают подвезти в ближайшее время. В Великовисточным строительного бума нет, но работы и без того хватает. Пауза проводится ремонт деревянных тротуаров, заканчиваем работы. Идет строительство, тоже окончание речного павильончика в селе Великовисточном. Готовимся к юбилею следующего года. Подготовка вертолетных площадок, населенных пунктов, муниципальных образований, деревни, пыли, муниципальные, натошевское село Великовисточное. Возможно, в ближайшее время также на связь выйдет и глава Андига. В этот населенный пункт тоже провели интернет. Высокие технологии позволят любому жителю округа в режиме реального времени наблюдать за возведением рыбоперерабатывающего завода. На стройплощадке установили видеокамеры. И зайдя на сайт окружной администрации, выбрав управление АПК, затем рыбное хозяйство, можно видеть, какими темпами идет строительство объекта. Но в ближайшее время жители округа смогут понаблюдать и за еще одним важным событием. Эстафета Олимпийского огня, который сейчас уделяется столько внимания, на территории НАО пройдет 3 ноября. Как, где и кто будет нести Олимпийский факел, станет известно позже.